Телекомпания НТВ представляет К трёхсотлетию основания Российской империи К трёхсотлетию основания Санкт-Петербурга Из всех действительно правивших русских императоров Павел I был на престоле меньше всех Мистика 4 года, 4 месяца и 4 дня И оказался он уже самым непопулярным Но что о нём помнит большинство потомков Очень малый рост, очень вздорный характер, очень вздёрнутый нос Субтитры создавал DimaTorzok Её Величество, Ваша Матушка, Императрица Екатерина Великая Изволили скончаться Пожалуйста, царствовать Ваше Величество Ещё умирающая Екатерина Великая Не успела испустить последний дух А старшие наследники, сыновья Павла, Александр и Константин Уже переоделись в старую форму прусской армии Молодые великие князья лучше всех знали Теперь всё пойдёт так, как заведено у папеньки в Гатчине И париками с косой, парадами на плацу, вообще дисциплиной Дело не ограничится Уже похороны Екатерины явят собой манифест нового царствования Императора Петра Третьего, свергнутого собственной женой и тайно убитого 34 года назад погреблись здесь, в Александроневской лаврино Тогдашней окраине города Теперь Павел велит выкопать гроб Он перезахоронит отца, как положено, в царской усыпальнице Гроб вскрыли Клены избежали только кости, басфорты и перчатки В новом гробу останки перевозят в Зимний дворец И там устанавливают рядом Гроб Екатерины Второй и гроб Петра Третьего Вот уж не думала императриса, что суждено и будет так ещё раз соединиться с нелюбимым мужем Пётр Третий не успел короноваться Павел устраивает посмертную коронацию На крышку гроба отца возлагает корону А потом весь путь до Петропавловской крепости Корону за гробом приказывает нести Алексею Орлову Брату покойного фаворита Екатерины И предполагаемому убийце Петра Третьего Павел мстит за треть века своего унижения Он естественный наследник Единственный сын императора Не получил власть после отца А должен был дожидаться конца правления матери Из записей великого князя Павла Вот мне уже 30 лет и я ничем не занят Павел самый пожилой русский царевич Он станет императором в 42 года Гатчину под Петербургом Екатерина подарила своему невенчанному мужу Григорию Орлову Вскоре после того, как с его помощью свергла законного мужа императора После смерти Орлова поместье выкуплено в казну И эти земли с выстроенным на них английским замком-дворцом Екатерина жалует сыну-наследнику Мрачноватый Гатчинский дворец назовут русским Эльсинором Слишком много параллелей с трагедией Шекспира Здесь жил русский Клавдий Орлов И у него бывала русская Гертруда Екатерина И наконец здесь поселился русский Гамлет Павел I Став хозяином огромного поместья Он устраивает в Гатчине свою модель идеального государства Идиллический луг перед дворцом превращается в плац Здесь ежедневно проходят строевые учения Вокруг ров, как настоящие крепости Дальше новые постройки, казармы, голфтвахты, провианские склады И Гатчина походит на маленький германский город А еще дальше, туда по дороге в царское село В летнюю резиденцию Екатерины Караулы, особенно ночью Павел боится матери И у него даже разведаны пути Чтоб чуть что бежать из Гатчины с верными частями Екатерина в письме о сыне Павле и его жене Мсье и мадам второй сорт Маниакальный страх перед заговорами преследовал Павла всю жизнь И на то были основания Только меры по предотвращению принимались все негодные Как полагается настоящему рыцарскому замку Гатчинский дворец имеет подземный ход Выход наружу где-то метрах в 150 в парке Строили исключительно из романтических побуждений Никто этим подземным ходом никогда не спасался Вот здесь у первых фонарей Если громко и отчетливо крикнуть Кто здесь правил То эхо в конце туннеля ответит Павел Кто здесь правил? Из примеров Павловского правления Нарицательным понятием станет Павловская муштра Хотя именно увлечение прусскими порядками Стоило жизни его отцу Павел во всем берет пример с войск короля Фридриха Гатчинские полки получают прусские камзолы и шляпы Напудренные букли, парики и косы Как раз когда в остальных частях Введена простая и удобная Потемкинско-суворовская форма Солдатский наряд таков, что встал и готов Почему мундир старый? Где косится и букли? Устава не знаешь? Граф Ростопчин Графу Воронцову в письме Нельзя без отвращения Смотреть на то, что делает великий князь Он воображает себя прусским королем Каждую среду у него маневры С воцарением Павла преображается вся русская армия Новый император борется с Екатерининской расхлябанностью Особенно ненавидя гвардию Эту развращенную поставщицу ольковных фаворитов Из Павловской муштры на Гатчинском плацу Парадно-строевой шаг переживет века Эту манеру шагать Совершенно прямая нога Тянуть носок И силой бить Сначала носком, потом опуская всю стопу Эту манеру называли прусским шагом Потом происхождение забыли Говорили шаг печатный Печатать шаг Действительно звук такой, точно печать ставят Так ходили на парадах в русской армии Потом в советской И советский почетный караул считался лучшим в мире А вторым считался почетный караул народной армии ГДР Она прямая наследница в русской армии В день своей коронации Павел принимает важнейшее решение С него могло пойти на убыль крепостное право в России Прежде оно лишь расширялось Павел ограничивает работу крепостных на барина Тремя днями в неделю В иных губерниях она доходила до шести дней И по христианскому обычаю запрещает работать в воскресенье Из указа императора Павла I Каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом Не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам Это только решение, саботируемое сразу В сенатском разъяснении царского указа Трехдневная барщина и не упоминается С лихорадочной поспешностью Павел отдает великое множество категорических приказов Но не может с твердой последовательностью добиваться их исполнения Свербит мысль Я поздно взошел на трон Не успею навести порядок везде Начальственная борьба за дисциплину По обыкновению оборачивается нелепо мелочной компанией С несуразно державным замахом Народным контролем занят сам глава государства На Зимнем дворце устанавливают знаменитый Павловский желтый ящик Через окно любой прохожий мог опустить в ящик Свое прошение на имя государя императора Такой ящик жалоб и предложений Павел лично в седьмом часу утра производил военку писем Все читал сам Ответы публиковались в газетах Испугались трактирщики На них было особенно много жалоб И теперь в кабаках Петербурга уже боялись разбавлять вино водой Это прямое императорское правление Частными делами продолжалось недолго Ящик сняли, потому что в него слишком много бросали карикатур И всяких пасквилей на самого императора Павла Великая французская революция Рушит весь миропорядок Казнены король и королева Провозглашена республика Призраки свободы, равенства, правства Бродят по Европе Их соблазнам Павел противопоставляет Средневековый идеал рыцаря на троне Он и воин, и священник, и государь В детстве Павел воображал себя мальтийским кавалером Зайдя на престол, он берет орден мальтийских рыцарей Под свое покровительство Вслед за императором в рыцаре посвящены Наследник цесаревич Александр Военачальники Рокчеев и Суворов Конвенция об установлении мальтийского ордена в России Император Всероссийский признает за благо На вечные времена заведение ордена в своих владениях Генерал революционной Франции Наполеон Бонапарт По дороге в Египет без боя занимает остров Мальту Резиденцию ордена переносят в Петербург Павла избирают главой ордена, великим магистром Вот так проходит Лава Рима Виакандотти в центре итальянской столицы Главная улица дорогих магазинов моды И главные хозяева здесь японцы Самые богатые покупатели сметают все почистую Среди витрин Версачи, Гуччи и прочих Дом 68 со скромной табличкой Мальтийский дворец Это одно из двух зданий Из которых собственно и состоит суверенное государство Мальтийский орден Но дела ордена на самом деле идут неплохо А вот в свое время Некоторые даже считают Что если бы не помощь российского императора Орден просто бы не выжил Нынче Мальтийский орден держится очень замкнуто Посторонних себе пускает крайне неохотно А во внешний мир выпускает только монеты и марки Сейчас правит 78-й по счету великий магистр За почти тысячелетнюю историю ордена А 72-го великого магистра Павла Романова Здесь считают не юридическим, но фактическим главой ордена Орден католический Наставляем Папой Римским У католических священников обет безбрачия А Павел женат и православный Но Мальту обозначают губернии Российской империи На остров назначают 3000 солдат гарнизона В государственном гербе под Георгием Победоносцем Подложен Белый Мальтийский крест Еще со времен своего посещения Рима Молодым великим князем Павел одержим идеей восстановления единства христианства 26 января 1782 года Среди молящихся стоит наследник Российского престола По окончании службы Павел подходит к папе И выражает свое глубочайшее почтение Павел первый Романов, который встретился с папой Римским Вообще история контактов на высшем уровне очень невелика До Павла никого Потом Павел Потом его сын Николай Первый Потом уже только Горбачев и Ельцин Но Павел, он еще будет и русским папой Он единственный в нашей истории Взойдя на престол Объявит себя и главой государства, и главой церкви За две недели три встречи Павла и папы Проходит 15 лет И широта религиозных взглядов уже полноправного императора Породит слухи о смене веры При Павле у России впервые постоянное отношение с Ватиканом Папа Пий VII засобирается с визитом в Россию Такой визит не может состояться и до сих пор А сам Павел будет мечтать даже о папской тиаре для себя Правление Павла – самая значительная попытка преодолеть великий церковный раскоп Когда наполеоновские солдаты доходят до Рима Павел предлагает и резиденцию папы Римского перенести в Россию Из письма Паттера Грубера Как желает император Павел, чтобы его церковь была объединена со Святой Римской церковью Впрочем, об этом следует говорить с крайней осторожностью Не о переходе в католицизм, думал Павел Он видел себя главою Вселенской церкви Его прадед Петр Великий упразднил патриаршество и верил в церковь заботам императора Павел идет дальше Подобно Христу он – святой царь, соединивший власть земную и власть небесную Его новый дворец, Михайловский замок, строят в честь Архангела Михаила Павел возглавит борьбу против зла Он, как Архангел, изгонит демонов Церковь, устроенная Павлом в Михайловском замке, совсем не похожа на православную Это скорее управство католического храма Во время службы Павел стоит здесь, на этом балконе, прямо над алтарем Не рукоположенный в священнике, к тому же женатый во второй раз Император считал себя в праве служить литургию и служил, и принимать исповеди Христианское единство и объединенная Европа против наступления революционного антихриста Впереди мессианская Россия Павел – душа антифранцузской коалиции Морские союзники Англия и Турция Просят, чтоб объединенный флот возглавил адмирал Ушаков Австрия призывает Павла направить в захваченную французами Северную Италию Суворова Но старый полководец в отставке и даже сослан свое имение в новгородской губернии В дни 1798-1999 годов фельдмаршал, которому без малого 70, решает уйти в монастырь Император Павел на его прошение не отвечает Но через два месяца присылает фельдъегера с предложением вернуться в армию и возглавить альпийский поход После напутственного молебна, заняв у собственного староста 250 рублей, ворог скачет в Петербург Легендарное напутствие императора Суворову Иди, спасай царей Россия – главный контрреволюционер Европы У монархов, свергаемых республиканской Францией, она – последняя надежда на реставрацию Эскадра Ушакова отвоевывает у французов Ионические острова Здесь будет база русского ВМФ Ушаков высаживается в Италии, занимает каблук Апеннинского полуострова В июне 1799-го взят Неаполь В сентябре русские десантники ходят в Рим Суворов выбивает французов из северной Италии Он берет Верону, Милан и Турин И собирается двигаться дальше во Францию и даже брать Париж Но ему приказ двигаться в занятую французами Швейцарию Начинается знаменитый переход Суворова через Альфы На этом странном вираже, если во Францию, то через Швейцарию Настояли обеспокоенные успехами Суворова австрийцы Они еще задерживают русских, опаздывают с поставкой продовольствия И дают неверные карты местности Суворов спешит к Цуриху на соединение с корпусом римского Корсакова И идет напрямик через непроходимый хребет Сен-Готтарт Сен-Готтарт до того неприступный хребет, что даже по шоссе его преодолевать трудно Там наверху идет вполне современная трасса И она более-менее повторяет путь Суворовской армии Но это такие крутые подъемы, такой крутой серпантин и вверх, и потом спуск вниз Что в конце концов сквозь Сен-Готтарт, сквозь всю толщу хребта пробили этот туннель Он самый длинный горный туннель в Швейцарии, 17 километров Дорога поверху 60 верст 1799 год, сентябрь Как и во время этих съемок ровно 200 лет спустя А на Сен-Готтарде идет необычайно ранний для здешних мест снег Армия тарит себе дорогу, расчищая сугробы, под снежными завалами лед Вместе с Сувором его сын Аркадий и второй сын императора Павла, 20-летний великий князь Константин Каково было суворовским солдатам идти по почти отвесным склонам С тяжелой амуницией, с оружием, с пушками Тут даже барабаны и знамена тащить тяжело И это русские мужики, жители равнин, непривычные к горам И им каждая вершина кажется вдвое выше, каждое ущелье вдвое глубже У альпинистской трассы памятник русским солдатам, погибшим в этом походе Кусок швейцарской земли стал российской территорией в конце 19 века Памятник ставят к 100-летнему юбилею перехода Суворова через Альпы Огромный крест сооружен на деньги князя Голицына Суворов про этот поход еще успеет написать пособие Правила ведения военных операций в горах Флагшток с российским флагом, а дальше трос цеплять в страховку И можно гордо говорить, что тропой суворовского солдата Современный альпинист может пройти только со страховкой Из наставления императора Суворову Дальнейшие военные операции и особенная осторожность от умыслов, зависти и хищности австрийских генералов Перевал Сен-Готард берут 24 сентября после 12-часового боя, потеряв более тысячи солдат Двигались с остановками после каждого короткого марша И почти в каждом швейцарском селении по пути русской армии есть Суворов-хаус, дом Суворова Суворов-хаус самый богатый дом в городке Андермад Считается, что в этой комнате заседал штаб русской армии В соседней комнате историческая кровать, на ней спал Суворов Здесь утром 25 сентября 1799 года и было то, про что известная солдатская присказка Не может быть, сказал Суворов, что чертов мост не перейти Последняя остановка перед самым трудным штурмом похода Чертов мост в версте от Андермада Переброшен через ущелье, на дня которого река И мост когда-то смогли навести, только обманув самого черта Отсюда название Суворов посылает небольшой отряд в обход Сам с основными силами атакует в лоб Русские наступают с этой стороны, французы на той стороне Чертов мост тогда был уже и висел чуть ниже Мало того, что французы ведут шквальный огонь Они еще не то разобрали, не то взорвали один пролет моста Но рядом была не то бревенчатая изба, не то бревенчатый сарай И Суворов велит раскатать хибару на бревна А бревна связывать офицерскими шарфами Шарфы тогда не на шее носили Шарфами тогда называли пояса Символ офицерского достоинства Снимать их нарушение и формы, и приличий Но тут уж было не до формы, не до приличий Тогдашние офицерские шарфы Они были раза в три длиннее нынешнего ремня Ими опоясывались два раза Завязывали узлом на спине И еще концы свисали сзади Шарфы были белого цвета, очень прочные Делали их из шелка Внутри шелка шла ажурная серебряная нить Связками бревен забрасывают пролом моста Здесь на этом месте страшная штыковая схватка И русские на той стороне Редкий случай, отдавая приказ подчиненным Суворов не подает им личного примера Суворовский шарф в дело пущен не был Суворов потом подарит его своему швейцарскому проводнику Антонио Ганге Памятник Суворову с его проводником на перевале Сен-Готард Единственный в нейтральной Швейцарии памятник полководцу С Суворовского похода началась современная независимость страны День в день с Суворовским прорывом французы разгромили корпус римского Корсакова Две русские армии не успели соединиться Медлительность австрийцев походит на предательство Суворов австрийскому эрцгерцогу Карлу Над таким старым солдатом, как я, можно посмеяться только один раз Но слишком глупо второй раз позволить себя провести С Альп на равнину спускаются 15 тысяч оборванных гренадеров Павел жалует Суворову чин генералиссимуса Повелевает начать сооружение прижизненного памятника И отзывает войска домой И без того ненужной России героический поход завершают Разрыв с Австрией и заключение союза со вчерашним врагом Францией Измученный Суворов умирает весной 1800-го Памятник в Петербурге ему поставят в следующем году На смерть Суворова Державин напишет пронзительное стихотворение «Снегирь» Через 170 лет мотив этого стихотворения, как эхо, повторит Бродский в своем стихотворении «На смерть Жукова» У Державина пропохорона Суворова «Что ты заводишь песню военную флейте, подобно милый снегирь» У Бродского пропохороны Жукова «Бей барабан и военная флейта громко свисти на манер снегиря» «Бей барабан и военная флейта громко свисти на манер снегиря» Маниакально боясь покушений, Павел строит в Петербурге свой Михайловский замок Как крепость захватчика в оккупированной стране Полной водой урвы, подъемные мосты, многочисленная стража и даже пушки Государь поторопился въехать в еще недоделанную резиденцию Но рыцарский замок оказался западной Император спит! Непредсказуемый Павел нашел множество недругов Его отрешение желает едва ли не все дворянство Во главе путчистов стоит петербургский генерал-губернатор граф Петр Палин Заковорщики намерены провозгласить императором Наследника престола цесаревича Александра Тот наверняка был посвящен в планы свержения отца Но, видимо, получил гарантии сохранения жизни Павла Или хотел верить в это Фраза, повторяемая графом Палина Чтоб приготовить яичницу, нужно разбить яйца В свой последний вечер Павел ужинает в кругу семьи Приглашен генерал Кутузов Государь оживленно беседует с сыном-наследником Сударь, что с вами сегодня? Государь, я не очень хорошо себя чувствую Император Павел отправляет спать и поглядев в зеркало Я вижу в нем свою шею свернутой После полуночи заговорщики подходят к Михайловскому замку двумя группами Одна во главе с Паленом со стороны центральных ворот Другая во главе с генералом Бениксеном и братьями Зубовыми сбоку Там, за неприметной дверью, винтовая лестница Она ведет прямо в личные покои Павла 74 ступени винтовой лестницы до спальни императора Не у всех хватит духу отдалять этот путь до конца До спальни дойдет человек 10 Хотя вообще-то считается, что они идут не убивать Павла А только заставить его отречься от престола в пользу сына Александра Но это, конечно, лукавство Что значит заставить? Ведь он же император Нет, они идут на самый страшный грех того времени На цареубийство По популярной версии, ворвавшись в спальню Павла Заговорщики поначалу его нигде не видят Потом обнаруживают спрятавшимся за каминный экран Свидетельства той ночи разноречивы Особенно выгораживал себя Бениксен Якобы Павлу предлагали отречься от престола Он отказался, завязалась рукопашная Фраза, приписываемая генералу Бениксену Сохраняйте спокойствие, Ваше Величество Речь идет о вашей жизни Смертельный удар нанес вроде бы граф Николай Зубов Человек огромного роста и необыкновенной силы Сжимая в правой руке золотую табакерку Он бьет помазанника Божия в левый висок Легендарная золотая зубовская табакерка Кладовой драгоценности Эрмитажа Считается, что Николай Зубов орудовал ею как кастетом Он нанес свой удар, сжимая табакерку в кулаке Все-таки табакерка слишком мала, чтобы можно было ударить ею самой Хотя вот про эту вмятинку говорят, что она сделана Проломленным виском императора Павла Внутри табакерки два вкладыша Один с Афьяновой, он был сделан в семье потомков Зубова Принадлежала обершталмейстеру, графу Николаю Александровичу Зубову Другой вкладыш, маленькая записочка по-немецки, неизвестно когда сделана О том, что табакерка была при Платоне Александровичу Зубове 11 марта 1801 года То есть день убийства императора Павла Павла додушили офицерским шарфом, но не могут остановиться и продолжают избивать уже мертвое тело Потом при церемонии прощания на обезображенное лицо будет надвинута офицерская шляпа Уже при Александре II через 50 с лишним лет после убийства Павла I в этой самой спальне сделают домовую церковь И каждый год 11 марта, в день убийства Павла I, стал быть, императора деда, император внук, будет приезжать сюда молиться Ровно через 80 лет после убийства Павла I Александра II тоже убьют Он пал жертвой покушения на набережной Екатерининского канала И на месте его гибели тоже поставят церковь Храм спаса на крови Если эту дверь открыть То из одной церкви в память о цареубийстве Можно увидеть другую церковь в память о цареубийстве Но в ночь убийства Павла отсюда видны построенные войска Они не спешат присягать новому царю Преображенский полк на восклицание Да здравствует император Александр Отвечает вот уж действительно гробовым молчанием Приходится несколько солдат впустить в замок и показать им ужасный труп Легендарный разговор Преображенцев Видел ты государя Павла Петровича? Действительно он умер? Так точно, крепко умер По этому коридору бежит простоволосая и босая императрица Мария Федоровна И кричит по-немецки Ich will regieren! Я хочу править! А что? Ведь после убийства Петра Третьего На престол вступил не его сын, малолетний тогда Павел А жена Екатерина Почему теперь после убийства самого Павла На престол должен вступить сын, а не жена? Великому князю Александру всего 23 года Почему она, императрица Мария Федоровна Должна присягать ему, своему сыну, а не он ей? Но Марии Федоровне не царствовать У нее теперь будет участь вдовствующей императрицу Кроме того, что заговорщики действовали вовсе не в ее пользу Шансов на наследование короны супруга Сам же супруг Марию Федоровну и лишил Павел сдал закон о престолонаследии строго по мужской линии Корона должна переходить от отца к сыну А если император умер бездетным, к следующему брату И сама Мария Федоровна обеспечила блестящие условия для выполнения закона Свекровь Екатерина II, невестке Марии Федоровне Мастерица же ты, матушка, детей рожать Вензель Пи-Эм Павел Мария На кресле в парадной спальне Павловского дворца Мария Федоровна совершила подвиг За 25 лет супружеской жизни родила 10 детей Мать героиня Сначала два сына, потом подряд шесть дочерей, потом еще два сына Кончился женский век на русском троне Мария Федоровна навсегда обеспечила род Романовых здоровым мужским потомством До конца монархии будут править только ее наследники Значит сначала два ее сына Потом сын, внук и правнук Второго из ее царственных сыновей Николая I Девятого ребенка Марии Федоровны И нынешний глава объединения потомков Романовых Живущий в Женеве князь Николай Романов Потомок Николая I А значит и Марии Федоровны Из-за ее положения Матери всех Романовых Бабушки всех россиян На происхождение Марии Федоровны Обращали особое внимание Как водится немка Тогда в Германии было 300 княжес Самый богатый выбор невест Принцесса Вюртенбергская До принятия православия София Доротея Из Штетина Нынешнего польского Щецина В родовом замке теперь музей города Каждый раз немка, жена царя И мать следующего царя Этот обычай многим потом не понравится Мол, наши государи, они и не русские вовсе Мария Федоровна, принцесса Вюртенбергская Своим происхождением будет очень раздражать Патриотично настроенных историков Вот он, тесный мирок Захолустного немецкого княжества Размеры довольно несуразного замка Могут, конечно, вводить в заблуждение Но вообще-то князья Вюртенбергские Жили очень скудно Однако София Доротея Поначалу не понимала Какой счастливый билет ей достался За Павла идти не хотела Боялась чужой страны И перехода в чужую веру Мать, княгиня Вюртенбергская Своей дочери Если Господь не устроит чудо Твоего замужества Что мы будем делать с одиннадцатью детьми? Здесь царили порядок Так ценимый Павлом И в первое свое свидание Будущие супруги говорили о геометрии И экономии В этом замке родители Впервые оставили маленькую принцессу За хозяйку в девятилетнем возрасте Разбились чашки Самой принцессы и ее младшего братика Практично девочка Использовала чашку своей гувернантки Какие представления О предназначении монарха Могла вынести отсюда Будущая императрица Что она могла передать своим детям Которые будут править Россией Более полувека Впрочем, первенца Александра Забрала к себе свекровь И Александр I Это продукт воспитания Екатерины II Будущего Николая I По воле матери Пароли Но если из этих розок Марии Федоровны И можно вывести шампала Николая Палкина То только с большой фредиской натяжкой Что правда Стройная после Марии Федоровны Система престола наследия При гинастических браках Образует геометрическую прогрессию Убывания доли русской крови В русских самодержцах Павел I Если он сын Петра III Биологически русским был на 1,8 Стало быть, в Александре I И Николае I Русской крови 1,16 В Александре II 1,32 В самом русском царе Александре III 1,64 Русской крови В Николае II 1,128 В царевиче Алексея Николаевиче Золотом русском сердце 1,256 Хотя сторонников биологического патриотизма По признаку крови Больше всего среди русских монархистов Выход из личных покоев Марии Федоровны Собственный ее императорского величества Сад в Павловске Кроме утренней прогулки в парке Молитвы в церкви И вечернего обеда с гостями Все остальное время Благотворительные деятельности Мария Федоровна создала столько благотворительных организаций Что после кончины матери Николай I учреждает особое Четвертое отделение царской канцелярии В которое они все вошли Но самое главное Мария Федоровна создала модель поведения Для всех последующих русских императриц В особенности императриц вдовствующих То есть как бы отошедших от дел Помогать нищим, сирым и убогим Но никто не преуспел в этом, как она С немецкой педантичностью Мария Федоровна положила в банк Полтора миллиона рублей На вечное обращение Имея с процентов верный доход Порог на службе добродетели Для своих благотворительных организаций Она истребовала монополию На производство игральных карт в России При запрете на ввоз карт из-за рубежа Только в Павловске У вдовствующей императрицы Приют для бедных роженец Школа для крестьянских детей Первая в России школа для глухонемых Училище земледелия В войну 1812 года На попечении Марии Федоровны Пять тысяч раненых Она похоронит мужа Трех дочерей, старшего сына Переживет восстание декабристов До последних дней, заботясь О больницах, старческих домах Судных кассах для бедных И женских институтах Мария Федоровна умрет Лишь дождавшись упрочения На троне сына Николая Прощенный Николаем Первым Дербский оберполицмейстер В оправдании своей пьянки Кто же теперь у нас будет Вдовствующей императрицей? В ней будто задержится 18 век Долгое вдовство Марии Федоровны Выглядит даже неким продлением Краткого царствия Павла Покое наследника престола Великого князя Александра Павловича В Михайловском замке Выходят на эту сторону К реке Фонтанке Когда заговорщики приходят к нему Сообщают о смерти императора Павла Александр пускается в слезы Он ведь никогда не давал Прямого согласия на убийство отца Крылатая фраза Якобы брошенная главой заговора Графом Палином Будет ребячица Ступайте царствовать Батюшка Павел Петрович Скончался апоплексическим ударом Александр едет в Зимний дворец Михайловский замок Больше не будет императорской резиденцией В Зимнем Александр принимает присягу приближенных Туда же он вызывает мать И Мария Федоровна вынуждена подчиниться Она добьется удаления всех убийц Павла И только Даже не откроет Дело о кончине государя императора Вплоть до свободы печати По манифесту 1905 года Считается, что Павел I Умер от апоплексического удара Официальная версия почти дословно повторяет Объяснение после убийства Петра III Придворная шутка Император скончался от апоплексического удара Табакеркой в висок В Петербурге на утро после убийства Всеобщий праздник избавления На улицах друг друга поздравляют даже незнакомые люди Объявлен траур, но везде идет веселье К концу дня в петербургских лавках Не осталось ни одной бутылки шампанского Готовиться к эфиру Серии, посвященные Александру I и Николаю I Российская империя на НТВ Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok